приветствую вас друзья в эфире а вы комфорт крыл в ряде случаев одного этого слова уже достаточно чтобы понять какого уровня аудиотехника находится в стойке безусловно это легендарный американский бренд который стоит у самых истоков хаэнда один из лучших в мире транзисторных усилителей классе а с безупречной репутацией и таким же безупречным звуком крыл салоне av comfort компоненты крыл пользуется уважением уже много лет и концепция которая лежит в основе этой аудиотехники уже долгое время остается неизменной и даже с приходом нашей системы стриминга и разных беспроводных протоколов крыл не отстает от трендов ни на шаг а интегральный усилитель k300i хороший тому пример крыл не меняется он идет в ногу со временем но их дизайн как был брутальным и мускулистым таким и остался характерная черта здесь выпуклая часть в центре лицевой панели где гордо красуется название усилителя так что не узнать крыл просто невозможно я не помню ни одного бренда с похожим решением но интересный момент когда k300i стоит стойки смотришь на него прямо и это выпуклая часть словно исчезает напоминая себе только бликами скорее всего так и было задумано еще на лицевой панели есть небольшой дисплей информация на него выводится текстом бирюзового цвета очень даже симпатично выглядит когда аппарат играет какое-то время дисплей переходит в другой режим он весь темный а светится только окантовка и выглядит это еще симпатичнее в остальном это все тот же внушительный и мощный крыл круглые кнопки сделаны из того же металла что и корпус простые шрифты и просто огромный для таких габаритов вес почти 24 килограмма смотришь на него и понимаешь этот аппарат делался на века и ничего ему не страшно если он вдруг выскользнет из ваших рук и упадет на паркет то переживать в первую очередь стоит за паркет не закрыл но сразу же возникает закономерный вопрос что там внутри откуда этот огромный вес на верхней панели есть много вентиляционных решеток и сквозь них видно что примерно четвертую часть внутреннего пространства занимает тороидальный трансформатор на 770 вольт ампер по соседству с ним не меньше места занимает радиаторы охлаждения рядом с ними блок конденсаторов общей емкостью 80 тысяч микрофарад благодаря такому оснащению крыл к 300 ай способен развивать 150 ватт на канал при нагрузке 8 он если нагрузка будет 4 ома мощностью двоится здесь все сделано в лучших традициях аудио но как же класса спросите вы разве хватит таких радиаторов чтобы охладить самый горячий из классов хватит потому что в этом интегральнике используется фирменная крыловская технология ibs она постоянно следит за уровнем выходного сигнала и не позволяет зря разогреваться радиатором с практической точки зрения это означает что вместо постоянных высоких токов покоя и смещения класса а технология ibs волнееносно подстраивает токи смещения под конкретный воспроизводимый музыкальный сигнал причем смещение это рассчитывается путем прямого измерения тока который проходит через выходной каскад таким образом получается так что в расчете учитываются все особенности ваших колонок их чувствительности импеданс даже локальные падения сопротивления проще говоря это один из самых энергоэффективных подходов к реализации усиления в классе а который можно найти на сегодняшний день но все же он греется да так что не забывайте оставить вокруг k300i достаточно пространства для вентиляции тогда аппарат будет просто теплым и возвращаться к этому вопросу не придется остальное пространство внутри корпуса занимает цифровая плата на которой находится цап и все необходимые ему разъемы стоит отметить что цифровая плата это опция которой может и не быть в комплекте без нее k300i это классический полностью аналоговый интегральник с аналоговыми входами и повстречать его доводится только высококлассных системах так как его цена ориентировочно 800 тысяч этот крыл уже оснащен цифровым модулем цена такого исполнения k300i в нашем магазине около 920 тысяч рублей вместе с цифровым модулем крыл k300i становится настоящим флагманом среди подобных устройств просто добавьте к нему колонки и вы получите уже даже не hi-fi а серьезную high-end систему цифровой модуль основан на чипе и ss sabre и поддерживает аудиопотоки pcm до 24 бит 192 килогерц и dsd 128 ну и как дань современным тенденциям формат mqa поддерживается на уровне цапа так что если вы фанат title k300i можно смело брать без сомнений чтобы подать на него цифровой сигнал можно использовать юсбб или юсбей который находится на лицевой панели также есть коаксиальные и оптические входы и даже bluetooth очень полезным будут входы и выходы hdmi которые способны пропускать изображение формата 4k hdr да вот это мало кто ожидал от одного из самых известных high-end брендов но раз уж замысел был таков чтобы быть в тренде по всем параметрам то hdmi просто неотъемлемая часть современного устройства все в одном представляете как звук из вашего телевизора поступает через hdmi на хаэнный интегральник за миллион а дальше на пару какой-нибудь высококлассной акустики вот это и называется прогресс тому же на задней панели вместе с цифровым модулем появится разъем ethernet это означает что ваш крыл к 300i получает полный сетевой функционал в том числе поддержку run ready своего приложения для организации сетевого функционала у крыл нет но он с легкостью взаимодействует с любым софтовым плеером который может играть по протоколу dll это сейчас кстати очень распространенная практика оставлять пользователю выбор каким приложением ему пользоваться удобнее и многие хаэнные бренды все чаще так делают таким образом можно сказать что к 300i с цифровым модулем это полноценный мультимедийный центр на основе которого можно организовать очень и очень высококлассную стереосистему и это самый брутальный лайфстайл который я встречал с аналоговыми входами у к 300i тоже все в порядке есть две пары балансных и три пары небалансных разъемов в дополнение к ним есть выход с предусилителя которому при желании можно подключить сабвуфер а заканчивают композицию две пары клемм для акустики и 4 триггерных разъема они будут полезными для интеграции этого усилителя в систему умный дом или для совместной работы с другими компонентами крыл в общем получилось все именно так как и обещали прогресс и современные тенденции дали крылу новые идеи для развития своей техники но по натуре эти компоненты остаются все тем же старым добрым крылом которому мы все так привыкли за многие годы основные технические параметры крыл к 300i о мощности я уже говорил это 150 ватт на 8 ом и 300 ватт на 4 ома частотный диапазон от 10 герц до 100 килогерц соотношение сигнал шум 117 децибел а коэффициент гармоник 0,15 процента ну и фирменное звучание крыл его в кадре ставе положили что называется на все деньги на усилителях подобного класса всегда хочется послушать сложные жанры и композиции чтобы попробовать найти предел когда же ему не хватит скорости или разрешения или тембрального богатства но уже с первых аккордов саундтрека к пиратам карибского моря все понятно ни о каких пределах речи не идет крыл к 300i в буквальном смысле ломает стереотипы очень немногие интегральники могут выдать настолько энергичный прозрачный и живой звук в сторону слушателя отправляется просто море информации а энергетика на низких частотах вообще запредельная в то же время звучание стабильное корректное без каких-либо перекосов по тоналке и эти показатели никак не зависит от сложности записи очень круто отсюда вывод треки любой сложности к 300 и раскладывает по полочкам без недостатков по динамике и ритму еще мне нравится как он играет и сидись и панч отличный сцена образцовая вокал отчетливый и резкий но без перебора думаю фанаты этой группы хорошо поймут о чем я другая сторона медали более спокойные композиции типа black nights в исполнении дага маклеуда такой классический блюз минимальным количеством инструментов и своеобразным вокалом но и здесь крыл сумел достать и показать энергетику из перепадов тональности вокала из перебора струн гитары из глубокого и плотного баса контроль каждого движения каждого вздоха и шороха просто потрясающий каждый звук ощущается как динамический всплеск который правильно оформлен и подан слушателю очень естественно и натурально без единого намека на зажатость или нехватку микродинамики уверяю вас это очень особенные впечатления от звука и только крыл на это способен только легендарный крыл вот так слушаешь трек за треком и получаешь просто море удовольствия все-таки это фирменный звук крыл над созданием которого работал сам дэнда гостина а потом смотришь на стойку и просто не верится что вот этот небольшой интегральник способен на такое я подключаю к нему любые колонки абсолютно не заботясь о том какая там у них чувствительность и сколько только им требуется и к 300 и показывает высший класс крылка 300 и получился очень современным по оснащению но все же он остался в своем классическом стиле теперь этот брутальный дизайн скрывает в себе не только большой потенциал мощности но и цап и hdmi и всю необходимую коммутацию для того чтобы стать единственным компонентом в системе и компромиссов здесь нет и быть не может это устройство где продумано все начиная от схемотехники и заканчивая каждой деталью звуки крылка 300 я могу посоветовать тем кто хотя я могу посоветовать его просто всем если ваших планах апгрейд аудиосистемы или вы просто хотите порадовать себя новым усилителем это один из самых подходящих вариантов на сегодняшний день в бюджете до миллиона рублей это просто шикарный по звучанию интегральник настоящих и пусть он не так велик по размеру не такими мы привыкли видеть компоненты крыл но как оказалось вся мощь и полнота фирменного саунда крыл может поместиться и куда более компактном корпусе как устройство все в одном к 300 и тоже можно брать за эталон его функционала хватает и для того чтобы играть файлы сетевого хранилища и для того чтобы без проблем пользоваться любыми стриминговыми сервисами фирменный дизайн великолепный функционал и неподражаемый звук крылка 300 ай салоне а в комфорт подписывайтесь на канал ставьте большой палец вверх и жмите колокольчик всем пока